Минская «Динамо» начинает подготовку к сезону Континентальной Хоккейной Лиги. На прошлой неделе «Зубры» объявили состав в лагерь развития, а это 25 человек, которые находятся на двухсторонних контрактах, и еще 6 человек пока на пробных соглашениях. Сама же подготовка стартует 1 августа, когда в расположение команды приедут все игроки на односторонних контрактах. А старт нового регулярного сезона, который станет уже 17-м, в Континентальной Хоккейной Лиге намечен на 3 сентября. Кристина Камыш узнала все детали. В белорусском хоккее семейные узы крепки. Когда речь заходит про братьев на льду, то первыми на ум приходят Андрей и Сергей Костицын, выступающие за Монреаль Канадиенс. Ждем дебюты в НХЛ за Вашингтон Капитал с тандема Алексея и Ильи Протосов. Сейчас в экстралеге играют двойняшки Сергей и Александр Малявков в Бресте, а еще Марка и Кирилл Еруты в Солигорском шахтере. Но никогда прежде братьев не было в Минском «Динамо». Тимофей и Арсений Ковгарени переписали историю белосиних. Я счастлив, однозначно, потому что играю за первую команду страны. Очень рад здесь оказаться, тем более с братом. Поскольку играл в прошлом сезоне здесь, уже больше знаю по тактике. Игроков много, молодых, много. Все хотят пробиться в первую команду, так как мечта, рост личный. Как-никак и деньги, и уровень другой. Поэтому здесь, конечно, играть против таких же агрессивных, интересных, умных, молодых игроков и опытных очень хочется. Все активные, все позитивные. Первый день прошел хорошо, легко, поэтому буду работать дальше и вливаться в коллектив. В команде есть еще уникальный случай. Если вы внимательно изучали ростер, то могли заметить, что один и тот же хоккеист, как будто бы, будет играть и в защите, и в нападении. Но нет, это не опечатка. Потому ловите лайфхак от Даниилов Липских. Как их отличать? Во-первых, я защитник, он нападающий. Разное отчество. Руслан Анатольевич. Игровой номер тоже разный. Ну, мы до этого были знакомы. С сборной, как было, у меня просто добавилось, по-моему, или у тебя имя, ну, буква. Не, у тебя добавилось. У меня добавилась буква просто и все. Рад увидеть всех пацанов. Как бы вместе, наверное, с ними не виделись. Вот вышли, катаемся, все в шикарном настроении. Все смеются, друг друга поддерживают. Хорошая интенсивная тренировка. По регламенту КХЛ предсезонка для клубов официально начнется 1 августа. Тогда-то к тренировкам приступят все игроки с односторонними контрактами. В случае столичного «Динамо» это, например, Андрей Стась, Вадим Шипачев, Илья Усов, Роман Горбунов и все-все американские легионеры. А то, что происходит на Минск-арене сейчас, это лагерь развития. Соскучился и по льду, и по команде, по этому процессу тренировочному. Хочется уже поскорее сейчас сезон. Презизонная работа прошла быстрее, хочется уже играть. На льду работают 25 хоккеистов. Все на двусторонних контрактах. Это значит, что ребята смогут спускаться в фармклубы за соревновательной практикой. Шесть человек пока находятся на пробных соглашениях. И, безусловно, игроки осознают, что конкуренция в грядущем сезоне будет запредельной. Только линию обороны прилетят усиливать пять североамериканцев. Много качественных легионеров. Такие мысли были, что немножко пошли в Абанк, подписывают хороших игроков. Хотят уже наконец-то переступить этот баньер первого раунда. Поэтому я думаю, что такая задача будет стоять как можно выше. Конкуренцию никто не отменял. Они же тоже, как бы, Дмитрий Вячеславович, не забалуешь. Если не будешь готов, то пойдешь в неиграющую группу. Если говорить откровенно, то съемочная группа программы «Спорткадр» даже не спрашивала у клуба, какова задача минимум на 17-й сезон КХЛ. Нынешним летом поклонники белорусской хоккейной команды наблюдали одну из самых звездных трансферных компаний «Зубров» за последние годы. Даже эксперты лиги отмечали сверхактивность белосиних. Если открыть вот этот состав на бумаге, все становится понятным, что цели у нас высокие. Согласен, что мы на бумаге. Но бумага, она не играет. Играет игроки, еще раз говорю, там тоже ведь в других командах ребята, которые тоже хотят доказывать. Тут уже наша работа. То, что мы усилились, я считаю, это факт по сравнению с прошлым годом. И те требования, которые мы предъявляли ребятам, это уже второй год. По первому микроциклу, которому мы сейчас прошли, ребята все стараются, кто-то быстрее схватывает, идет серьезная работа, идет серьезная конкуренция. В общем-то, все хотят играть, все хотят играть в КХЛ, хорошая лига. Здесь, я думаю, что вот сама эта конкуренция и рабочая этика наша, которую мы прививаем ребятам, она даст свои плоды. Сейчас, опять же, громкие слова, мы точно говорить не будем, но у нас будет совершенно уже другая команда. Как и в любом бизнесе, где-то ты попадаешь, где-то ты… Самое главное – угадать. Надеюсь, что мы все угадали, нас все устроит. А если нет, то, конечно, начнется какой-то поиск, что-то какие-то решения будут меняться. Насколько хорошо потрудилась вся наша команда на трансферном рынке в этом межсезонье? Мы поменяли всю линию обороны, взяли довольно-таки и опытных ребят, и довольно-таки хорошего возраста. Здесь нужно будет чисто сыграться. В нападении очень много ребят, белорусов, и мы взяли опытных ребят. В общем-то, здесь будет серьезная конкуренция. Тут надо отвоевывать, тут, как это, знаете, правила простые, я или ты. Не говорится о том, что мы, если кого-то мы впервые отцепь, отцепим, мы за ним следить не будем. Все зависит от него, если он начинает играть, начинает доказывать. Есть определенные требования. Мы, когда с ними даже прощаемся, с кем мы не хотим расставаться, кто в нашей системе остается. Мы говорим, какие вещи нужно подправить, на что мы будем смотреть, что мы хотели бы видеть. И если человек в той системе, даже в которую он приходит, начинает там реализовываться, то мы его приглашаем обратно. Довольны ли тем, как вышли наши молодые игроки из отпуска, в какой они форме? В удовлетворительной форме вернулись, много просмотровых ребят, технические моменты у нас и тактические моменты. Сыграем пару игр, определимся, кто дальше с нами пойдет. С общей командой уже у нас есть определенный план, каждый год, которому мы придерживаемся. Там будет уже немножко такая, чуть-чуть похожая в начале работы, а потом уже начнутся игры выставочные. И там уже будет определяться уже состав. Август у «Динамовцев» будет насыщенным. Судите сами, пять спаррингов с командами КХЛ. К слову, все поединки пройдут в столице Белоруссии. 12-го числа «Зубры» сыграют с «Авангардом». 16-го с московскими одноклубниками, 19-го с ЦСКА, 23-го и 27-го с «Адмиралом». А пока готовятся хоккеисты. Преображается и сама Минск-арена. Идет ремонт в потрибунных помещениях, чтобы в сезоне белосиним было комфортно. А бригада менеджмента разрабатывает концепции шоу для каждой из 34 домашних встреч. Вот эта работа, которая была проделана в прошлом сезоне, и работа нашей селекционной компании. Мы видим уже достаточно хороший, сильный состав, крепкий к началу сезона. Это, конечно, отличное поспорье для того, чтобы у людей случилось желание купить абонемент и прийти на матч на Минск-арену в новом сезоне. Что касается именно темпа продажи абонементов, то уже можно сказать, что они действительно превышают темпы прошлого сезона. Это говорит, опять же, о высоком интересе к матчам. Плюс у нас появилась возможность покупать электронные абонементы впервые в сезон. Поэтому я думаю, что для зрителей мы создали максимально комфортное удобство. Ну и будем готовить для них много классных предматчевых шоу, матч-открытие. Ждем всех на Минск-арене. Первый матч нового 17-го сезона КХЛ «Динамо» проведет дома 5 сентября. На Минск-арену пожалует Хабаровский Амур.